В этом выпуске я отвечу еще на ряд вопросов, которые наиболее часто встречаются у мелких фермеров и у дачников. Очень многие интересуют, какими досходами гербицидами можно работать по моркови. Я бы, конечно, в условиях дачи не рекомендовал бы вообще работать гербицидами, но тем не менее, дачники зачастую прибегают к этому способу борьбы с сорной растительностью, поэтому я поделюсь своим опытом. Что касаемо применения почвенного гербицида, очень важно его равномерно распределить на поверхности. И, как правило, в условиях небольшого хозяйства, либо дачного участка, это делается ручным опрыскивателем, и равномерности там добиться очень тяжело, поэтому в некоторых местах может быть малая доза внесена гербицида, а в некоторых, наоборот, она будет двойная, что может отобразиться на всходах растений. Самый распространенный довсходовый гербицид по моркови, это стомп. Стомп, либо пендиган, в зависимости, какую компанию вы выбираете. Самое главное, чтобы там было действующее вещество пендиметалин. Вот есть аналоги других компаний, но я, как правило, добираю всегда проверенным препаратам. Следующий вопрос. Сроки, как вносить почвенный гербицид для небольших площадей. Но этот вопрос очень плотно перекликается с предыдущим вопросом. Сроки внесения. Почвенный гербицид, как правило, вносится сразу же после посева. В идеале, конечно, если у вас есть возможность пролить, либо после дождя, чтобы гербицид почвенный вносился до всходов и лег именно на влажную землю. Земля должна быть для этого идеально подготовлена. Чем ровнее будет подготовлена земля, и чем будет меньше на них растительных остатков предшествующей культуры, тем продолжительнее и эффективнее будет действие почвенного гербицида. Как правило, почвенный гербицид на основе пендиметалина защищает от 30 до 60 дней, в зависимости от температуры и влажности почвы. Очень многие спрашивают, почему корнеплоды моркови получаются разветвленными. Разветвленность моркови зависит от ряда причин. Зачастую это бывает, если это дачный участок, то это просто внесение органического удобрения, что влечет за собой разветвление корнеплода. Это один из факторов. Следующий фактор может быть, это условия подготовки земли. То есть то, о чем я говорил при первом вопросе. То есть глубина подготовленной земли влияет на форму корнеплода и либо на его разветвление в том числе. То есть чем глубже и рехлее почва, тем лучше условия для получения выровненных корнеплодов. Еще одной из причин разветвления корнеплодов, это почвенный вредитель нематода. Это серьезный вредитель, если он уже завелся у вас на участке, его надо выводить путем посева седиратных культур. Но это уже отдельная тема, отдельный разговор. Очень многие спрашивают, какими фунгицидами можно работать на рынке. Очень много фунгицидов предназначено для обработки моркови. Давайте начнем с того, что какие болезни встречаются на моркови. Как правило, это мучнистая роса и эльтернариоз. Это самые распространенные болезни на моркови. Но такая морковь, как Боливар и Мерафлорес, уже за многие годы зарекомендовали себя как устойчивые гибриды моркови по отношению к болезням. И есть примеры, когда в условиях дачных участков вообще не применяется никакой фунгицид и получается полноценный урожай. Но если же вы и столкнулись уже с заболеваниями, то есть есть ряд препаратов. Там у компании Адамы, Кустодия. Очень эффективно, хорошо работает помощничная роса и эльтернариоза. Это у Bayer Luna Experience. Это самые такие распространенные гибриды. Нормы внесения. Сроки внесения, они как правило указаны на этикетке этих продуктов. Соблюдайте нормы, выполняйте рекомендации, которые компании-изготовители средств защиты растений вам предлагают. Тогда будет эффект от обработок. Следующий вопрос. Очень многих интересует, каким же образом сохранять оранжевый цвет. Или как добиться более оранжевого цвета на моркови. Есть сорта гибриды моркови, которые изначально более оранжевые. В частности, морковь Мерафлорес от компании Клосс имеет очень-очень ярко-оранжевый насыщенный цвет. Боливар тоже довольно-таки привлекательного цвета. Но минеральное удобрение, которое влияет на цвет корнеплода, это сульфат магния, как правило. Его работают несколько раз в листовой обработке. Либо у кого есть возможность, вносят при основной заправке весной перед посевом. Либо подают через капельное орошение. Сам сульфат магния довольно-таки качественно влияет на образование цвета более оранжевого, ярко-насыщенного. Почему морковь дает стрелку? Морковь двухлетнее растение, она в первый год не должна давать стрелку, только на второй год. Но тем не менее, мы сталкиваемся с таким явлением, как появление стрелки на моркови. Как правило, это какие-то стрессирующие факты. То есть, вероятно, это происходит при ранневесенних посевах, иногда это происходит при подзимних посевах. То есть, это наличие стресса. Морковь Боливар Мерафлорес от компании Клосс очень-очень редко дают стрелку. Отдельные года даже мы не встречали. Можно ли сеять морковь под зиму? Есть такой способ посева морковь под зиму. Самым главным условием здесь является, особенно в условиях последних зим, не получить сходы зимой. Так как, получив сходы зимой, они имеют возможность и большая вероятность того, что они могут просто погибнуть при таких резких похолоданиях, которые происходят у нас с ветрами, с отсутствием снежного покрова. Поэтому, все-таки, сеять ли под зиму морковь или не сеять, можно сеять, но вы должны понимать, что есть определенные риски вымерзания. Если же вы посеете и у вас есть возможность укрыть ее потом зимой, это поможет вам, в принципе, получить морковь раннюю. То есть, укрывать можно агроволокном. Есть способ укрывания мульчой. Ну, у меня такого личного опыта нет, поэтому тут, что касаемо укрывания соломой либо опилками, я никогда не пробовал, поэтому советовать не могу. Что касаемо укрытия агроволокном, хороший способ, но мы, как правило, делали осеяли раннюю весну и укрывали сразу же после посева. Это позволяло нам получить урожай на 2-3 недели раньше от того участка, где сеялось без укрытия агроволокном. Благодарю за внимание. Покупайте семена в супермаркете семян. Дякуємо за увагу. З вами був ваш супермаркет Насіння. Підписывайтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.